Сейчас Запад, пытаясь навязать, установить, утвердить свою гегемонию, тем самым подвел мир, весь мир, в Третьей мировой войне. Естественно, все здравомыслящее сообщество, руководители стран понимают, к чему это приведет. Никто победителей в Третьей мировой войне считать не будет. Их просто не будет. Обнуление произойдет всего человечества. И все это прекрасно понимают. Поэтому основная задача это сдержать сейчас амбиции коллективного Запада, не дать им возможности реализовать сценарий любой войны, крупномасштабной войны, даже без применения ядерного оружия на территории Европы. И тем самым все этих зачинщиков конфликтов за последние 30-40 лет необходимо все-таки призвать к суду, оценить их действия с точки зрения международного права. Оно работает и должно работать нормально. Оно было сформировано после Второй мировой войны. И четко есть определение, кто же все-таки является агрессором. А агрессором является это коллективный Запад, в первую очередь англосаксонские корпорации, ориентированные на установление контроля за сырьем, ресурсами, рынками, людьми. И в этих условиях мы, коллективный так называемый Восток должен применять все меры для того, чтобы не допустить агрессии коллективного Запада против Азии, против Востока. Но мы должны вспомнить, почему так страны Азии и Востока начинают активно объединяться. Они все, все очень хорошо помнят свою историю, очень хорошо изучали эту историю. Кто проводил колониальные войны? Только Великобритания, англосаксонские меры и Европа. Там у нас такая история не пройдет, да. Продолжение следует...